МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну что ж, друзья, сегодня 11 ноября. У меня понедельник, и у этого дня, к сожалению, дурная слава. Потому что через него начинается самая невыносимая рабочая неделя. Ну, для кого-то невыносимая, а может быть, для кого-то нормальная. Ко вторнику мы смиряемся с этим, а до пятницы, кажется, целая-целая вечность. Но мало того, что понедельник не особенно хорош сам по себе, он еще и портит выходные. Психологи даже придумали специальный термин. Воскресные страхи. Его используют, чтобы описать состояние беспокойства и печали, в которое мы погружаемся перед началом рабочей недели. Однако понедельник не обязательно должен быть ужасным. Недавно в соцсетях появилась новая техника минимальной понедельник, которая позволяет пережить его без потери, а со временем даже полюбить. Идея концепции заключается в том, что в понедельник ты позволяешь выполнять себе только те задачи, которые точно нельзя отложить. Иными словами, не обязательно реагировать на все электронные письма. Вы имеете лишь те, которые завтра могут превратиться в тыкву, если на них не ответить. В результате ваш первый рабочий день после воскресенья превратится в своеобразный компромисс. С одной стороны, вы не сидите без дела, с другой стороны, не чувствуете себя к вечеру измотанным и опустошенным. Ну а как дополнительный бонус, вы получаете достаточное количество времени по-настоящему важной, актуальной задачи, отложив все-все-все остальные. И, конечно, запланируйте на понедельник что-нибудь приятное и полезное. Ну, например, как это делаем мы. Во-первых, с каждого понедельника начинаются наши встречи с вами. А во-вторых, в этот день нас ждут новые упражнения от нашего тренера тела, духа и баланса Эльдара Эквилибриса. Итак, Эльдар, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Я вас приветствую, Жанн. Приветствую, Гульнара. Спасибо. Ну так. Сегодня я бы хотел затронуть очень важную тему. И я сегодня не буду показывать никакие практики, но я очень много чего расскажу и объясню, что с этим делать. В общем, хотел бы затрагивать тему закаливания. Я думаю, это очень актуально сейчас, особенно, потому что выпал снег и становится холоднее. Люди много болеют. И сезон болезни начался. Поэтому, да, я бы хотел вот рассказать про закаливание. В общем, такой момент. Да, был ли у вас опыт вообще? Вот расскажите немного, что вы знаете про закаливание? У меня был тоже. Я обливалась по утрам ледяной водой. Ну, это, скажу вам так себе, удовольствие, конечно. Надолго меня не хватило. Ну, а я тоже обливался холодной водой, но дело в том, что в какой-то момент, когда по прошествии, кажется, где-то около двух или трех недель, я все-таки, к сожалению, заболел. Почему так происходит? С этим связана была инициация, может быть, Бог его знает. Наверное, все нужно делать постепенно и осторожно. Здесь, да, нужно постепенно начинать, но в первую очередь нужно себя настроить ментально, что я в этот момент здоров, физически, ментально, и со мной ничего не произойдет. Это самое главное, это установка внутри. Настроить себя на здоровье. И начинать постепенно. Самый простой, я расскажу несколько техник, самая простая техника, это зайти в холодный душ, включить самую холодную воду и постепенно начинать обливать. Сперва конечности ладони, потом конечности стоп, до колен подниматься, до локтей, до плеч, до беден, через живот, на грудь и облить голову. Это вот одна из простых техник. Постепенно. Ну это жестоко. Это жестоко. Это не для всех. Раз резко, когда обливаешься, но там хотя бы знаешь, что это мгновенно. Садистский способ до заказа. Ну вообще-то надо попробовать. На-на-на-на. И? Да, самая такая простая техника. Прямо сразу с этого начинать? И вот постепенно, постепенно. Или может быть в первый день только ноги, потом? Да. Только руки. Руки. Да, да. Именно так, да. Можно сперва конечности просто пообливать. Можно поставить такой, допустим, в ванне, сделать себе, создать ручеек и сделать шаги по нему, по холодной воде. Вот так топ-топ-топ-топ-топ. Там сперва 20, потом 30, потом 40 и так далее. До 100, до 200 нужно дойти. Да, вот такая вот одна из техник хороших. Говорят же о том, что закаливаться нужно не зимой начинать, а именно летом, когда еще тепло на улице. Или можно и сейчас начинать? На самом деле, можно начинать в любое время. Зимой, ну вот по моим ощущениям, проще немного, потому что разница температур, она ощущается совершенно по-другому. И, ну вот допустим, я сейчас до сих пор хожу по улице в майке. Я особо не одеваюсь, это майка, штаны, там летние кроссовки. Ну, мне хорошо, мне тепло. Я себя прекрасно чувствую. Поэтому можно начинать, на самом деле, из зимы без проблем. Как вас воспринимают прохожие, которые видят, что вы ходите в майке? А я, кстати, так встречала пару людей, которые в майке, в шорта ходят в эту погоду. Это значит закалённые. Ну, спрашивают, спрашивают, да, вопросы задают. Может быть, у вас нету денег, купить зимнюю одежду? Говорят так, а не так говорят они? Ну, да, да, да. Рекомендуют одеться там, но бывает такое, да, бывает такое. А вы знаете, Эльдар, я помню, Гуль, ты, может быть, помнишь, да, вот несколько лет тому назад в Алма-Ате возле Казгу, где-то вот по Весновке ходил, 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 какой-то профессор ходил, босиком, зимой и летом, да, и он оказался, он был профессор, мне кажется, в Казгу. Вот это вот, это высшая степень закаливания, получается, да? Да, мы в начале, когда вы не очень-то адекватно воспринимали, оказалось, что это профессор Казгу. Представляете? Так, Эльдар, вот смотрите, закаливание. Ну, здорово, здорово. Что еще, какие-то методы, может быть, есть закаливания? Что еще? Да, есть еще один метод, когда, вот это самый первый, самый, да, простой метод, про то, как это вот постепенно начать, постепенно, но здесь вот важно, я хотел бы еще подметить, что здесь важна регулярность, каждый день, если вот начали, то вот нужно продолжать, продолжать, продолжать. Следующий метод, это хождение босиком по снегу, вот выйти, постелить там полотенчика перед снегом, буквально выйти, постоять, или сделать первые там 10, 5, там 15 шажков, вернуться обратно, обтереть ноги, прям растереть их руками, они после этого будут гореть, прям будете ощущать такой прям пожар на ногах, тоже очень классная практика. Стопы, это вот основа прям, со стопами нужно взаимодействовать, у нас расширяются, сужаются сосуды кровеносные, соответственно, происходит такая тренировка сосудистая, сосудистая, никогда при закаливании человек не заболеет инфарктом, инсультом, и когда мы закаляемся в первой половине дня, у нас высвобождается гормон стресса наружу, то есть он сгорает, и до 95% сгорает стресс, и поэтому весь день он проходит такой плавный, приятный, спокойный, без напряжения. Скажите, а вот закаляться можно всем, потому что бытует такое мнение, что у многих, кто резко начинает закаляться, вот хотя бы тоже обливание, да, как стресс организм. У них бывает стресс, и бывает какой-то там гусуль, есть ли какие-то действительно противопоказания. Не всем же можно сказать. Главный же метод, или как это сказать, посыл, не навредить, вот например. Да, все верно, все верно, поэтому здесь важно потихоньку, последовательно, если человек вот будет вот плавненько начинать, вот как я говорил, с ним точно ничего не будет, ничего не произойдет. Как можно меньше дома носить одежды, если, например, зима, да, типа, люди там кутаются, одеваются, носки лучше не надевать, лучше босиком походить, пусть стопы, ну, как бы будут, во-первых, с коннектом, в коннекте с поверхностью, пусть массаж вот этот будет естественно происходить, потому что мы постоянно надеваем обувь, вот эти тапочки, носки, кутаем себя, от этого как бы наш иммунитет наоборот, страдает, еще хуже происходит, вот. Поэтому здесь постепенно, постепенно. Ну и спать надо, наверное, в прохладном помещении, с открытым окном, Это точно, мне кажется, это точно. Да, это точно, это прям, да, факт. Проветривать перед сном, да, очень классно. А вот, кстати, многие, многие, многие дамы, девушки, женщины, не знают о том, что, например, в армии, когда служишь, да, там в Казани, знаешь, какая температура бывает, 16 градусов, даже не 18, а 16, и при этом бывает сразу бодрость, дух, и встаешь ты нормально. Супер. Ну что, да, спасибо вам большое за важные, нужные нам советы. Увидимся в следующий раз, хорошего вам дня. Будьте здоровы, благодарю. Спасибо большое. И вы тоже. Ну а пока реклама на канале Алматы, потом мы вновь вернемся в нашу замечательную студию. У нас еще есть пару замечательных гостей. А вот существует такое ошибочное мнение, Гуля, что мы, мужчины, хотим видеть рядом с собой лишь только красивую женщину. А что, нет? Нет. На самом деле, визуальный аспект стоит далеко не на первом месте при выборе партнерша. Важны еще внутренние качества, кстати. Ага, вот еще вот это вот мне понравилось. Еще. И как показали исследования, действительно, мужчины очень ценят женщин, которыми всегда есть о чем поговорить. Какая бы красивая она ни была, эрудированность и образования всегда будут стоять выше внешних данных. Да, женщины, которые слишком много внимания уделяют красоте, порой не понимают, почему мужчины предпочитают других, совсем не симпатичных на их взгляд, женщин. Также мы, женщины, должны быть веселыми. Но речь не идет о том, что женщина должна постоянно развлекать партнера, а о том, что оптимистический взгляд на жизнь помогает паре легче преодолевать трудности. В отношениях, где присутствует позитив, между партнерами возникает ощущение безопасности, доверия, ну и, конечно, поддержки. Абсолютно все верно сказано. Но хочу добавить, что мы не любим лишний вопрос. Лишний, да? А какие это вот лишние вопросы? Ну, например, куда ты вообще, с кем идешь? С кем идешь, да? Ага, вот так, да? Так это как раз самые главные вопросы. Они самые важные. И давайте сейчас узнаем, что думает по этому поводу эксперт в сюжете Гульнас Бахтиярхаза. Давайте посмотрим, будет интересно. Стой, ты куда забралась? Я же тебе говорила, с подругами гулять. Не, никуда не пойдешь, сиди дома. Вы тоже часто сталкиваетесь с такой проблемой. В семью вступают два взрослых человека. Два взрослых человека не только физически, но и, как модно сейчас говорить, слово ментально. Я считаю, психологически взрослых человека. Когда два таких человека вступают, и у них на основе взаимоотношений лежит любовь, уважение и доверие, в принципе, я думаю, такие вопросы не должны возникать. Партнер может реагировать спокойно и объяснить, куда он идет, зачем он идет, почему он идет. И, в принципе, я думаю, что вопрос должен на этом исчерпнуться. В семье, где царит любовь и доверие, не бывает чрезмерных попыток контроля. Но все-таки, если возникают такие вопросы, то всегда можно подойти к ситуации с юмором и отшутиться. Ты почему поставил лайк этой девушке? Она же моя одноклассница. Да еще ты подписан на нее. Да, это же взаимная подписка просто. Ты опять играешь в свои видеоигры? Нет, нет, у меня сейчас собрание идет. Сейчас, через пять минут собрание. Я тебе вчера деньги давал. Куда и ты их потратил? Это, это, у меня еда на плите. Какие бы вопросы не возникали в вашей семье, старайтесь все решить разговорами. И смотрите на жизнь с юмором, ведь тогда самые, казалось бы, сложные ситуации становятся поводом для веселья. Ну, сюжет прекрасный, но можно и продолжить эту тему. Тем более, у нас под стать гость. Сегодня у нас мастер трансформации, семейный эксперимент. Жанат Жусупов. Давайте встретим его. Доброе утро. Очень рада вас видеть. Присаживайтесь, пожалуйста. Так, я думаю, сюжет у нас с юмором был такой. Да, ну вы видите, слышали, да, этот сюжет? Да, да, я постоянно это слышу. Я постоянно слышу. Потому что я выступаю в основном в России. Ага, так. И в Якутии, в Улан-Удэ, в Санкт-Петербург, в Москве, Казань. География очень большая, и эта тема очень актуальна. Она везде. И, к сожалению, большому мало времени. Вот сейчас я зашел, мне говорят, всего 12 минут. Да. О чем 12 минут? Здесь только одну тему, вот сейчас вы показали, разобрать надо. Я понимаю. Давайте мы сейчас на это как раз не будем тратить время. Давайте на этой теме давайте разберемся, давайте остановимся. Застрянь внимание. Как не модно жениться сейчас, говорят, да? С чем это? Большому сожалению, я не знаю, скорее всего, это слухи, говорят, Казахстан второе место занимает по разводам. Сейчас, извиняюсь, я договорюсь с вами, что сейчас буду на пятой скорости говорить, потому что всего 12 минут. Хорошо. Я хочу максимально использовать объем знаний, ваша возможность дать, и чтобы, дай бог, имеющий уши, услышать молодежь. Давайте, мы слушаем вас. Потому что, к сожалению, девушки, парни в школах знают 2 же 2, 4, 5, 5, 25, же, пишите через букву и исключение город Шимкент, а те знания, от которых зависит счастье, какой мужчина способен создать счастливую семью, какая женщина, девушка способен создать семью, 5 признаков физиологических духовных совместимости, 8 этапов развития семьи, 4 главных оружия женщины, перед которыми не устоит ни один мужчина, по какому поводу вы большая вероятность разведетесь? И вот, я еще писатель написал 2 книги. Если здесь все выжимки написаны, то есть для тех людей, которые хотя бы какую-то базу должны иметь, понятийную систему, вообще, для чем нужна семья, чем отличается любовь от влюбленности? Нет, ну вы сейчас понимаете, Жанна, вы сейчас сидите, консортируете то, что все вопросы, но вы не отвечаете на них. Давайте вот мы заострим внимание на том, вот что у нас, такое внимание о том, говорят, что у нас больше, ну в принципе это не секрет, разводов стало больше. Разводов стало больше, я объясняю, мне вот 61 год, я 90-х годов, само собой, мы начали с базара, мы попали в этот, в этот хаос попали, и там не было до воспитания детей. Обратите внимание, дети 90-х годов, и сейчас пошли двухтысячники, они сейчас разводятся, потому что нам некогда было воспитывать. Если наше поколение, у нас не было, как сейчас, заполнены инфобизнес тренингами всякими, родологи, сексологи, коучи, мучи, и короче, нас передавала традиция, династия, за чашкой чая, по-казахски, бабушка, дедушка, мама, папа, между срок давали ценности семейных отношений, вот, а сейчас этого нету, и печальная картина, ко мне приходит на тренинги, когда должны эти ценности мамы с папой передать. Так. То, как не они заинтересованы. Теперь что происходит? Происходит сейчас печальная картина. Год, два, три живут, куча денег отдают на эти свадьбы, чтобы не упасть грязь лицом. Потом родители загоняют в кредиты, живут они там год, два максимум, это и то большой рекорд. И в итоге трагедия для всех, в том числе и до родителей. Печальная картина, что вследствие этому, сейчас вот, сколько сейчас шел там, нет насилия, это все следствие того, что не обращает к самому главному пониманию семья. Вся счастье, любовь, духовное развитие находится в семье. Я как человек еще, помимо писателя, еще энергопрактик, я еще трансформационный тренер, я песнетерапевт. И сколько я традиций прошел, носитель традиций йоги, цигун, все мастера мои сказали, счастье находится в семье. У вас написано еще, мастер трансформации, объясните. Трансформационный тренер. В данном случае, раз вы меня позвали в качестве семейного эксперта, я стаж 35 лет, 61 год, и непосредственно веду тренинги 21 год на постсоветском пространстве. Почетный член всяких форумов, именно семейных, на таких площадках выступал, как и всемирные наши известные, там, Некрасов, Тарсунов, там, и так далее, и так далее, Свияж, на одной площадке выступал, именно на эту тему. Так вот, трансформационный, в данном случае, если девушка ко мне пришла, она должна за 3 дня по тотального интенсива преобразиться, а именно, дать ей понимание, что такое семья, зачем она выходит замуж, что она с чем столкнется, что ее ожидает, какой парень ей подходит, не подходит, это же целая наука, вот этим мы занимаемся. Ну, а если в целом сказать, трансформация сознания, то есть сейчас вот... почему на женщин нацелены все тренинги, трансформации? Потому что, что не делает мужчина, во имя, ради и для женщин. Нормальным мужчине много не надо, 2 на 2 взял площадь, ящик пива, Лига чемпионов, жизнь удалась. Совершенно верно. Но, мужчина будет деградировать, если не появится, мотиватор под названием женщина. Женщина, она уже рождается целомудренной, то есть мудрость целая. Мужчине, чтобы стать мудрым, ему надо пройти препятствия, набить шишки, трудности, и только тогда он станет мудрым. А женщине Бог сразу дает мудрость. Поэтому, кто больше знает, кто больше спрос. Поэтому, женщина влияет на планете Земля. Мать, материя, материализация. То есть она значит, если мужчине в ящик пива Лига чемпионов и 2 на 2, и она должна пойти на тренинг, чтобы вдруг ее это устраивало, что ли? Ну, вообще, по-хорошему, нормальная женщина... Да, зачем он ей нужен? По-хорошему, нормальная женщина на тренинги не ходит. До этого, если она ходит, значит, для нее, если у нее муж есть, значит, муж для нее не авторитет. Вот моя жена, она не ходит по тренингам. Я догадываюсь. Мне было бы неприятно, что у какого-то дяденьки она будет учиться каким-то мудростям. А я для чего? Ну, с вами понятно, вы ее сами себе можете. Нет, ну, смотрите, вы все-таки психолог в этом отношении. А может быть, это ваша женщина сделала вас таким? Вы сейчас женат. Умница, Гульнара. Значит, да, давайте. Минимум 50% успеха мужчине, мужчина это фасад, заслуга женщины. Если чего-то в жизни мужчина достиг, это заслуга женщины. И вот задача женщины не быть на фасаде, а стать тайным советником вождя. Вот это называется мудрой женщиной. Ну, тайные советники вождя бывают разные. Бывают такие женщины, которые просто измываются над своим мужчиной, и он приходится, ему что-то делать. Это называется несовместимость. Вот самое главное, нету плохих, хороших. Есть люди, которые по нашим целям или не по нашим целям. В данном случае, кто такие супруги? В одной упряжке супруги или спутник. У тебя путь есть, у нее путь есть. Вы смотрите в одно направление, это называется спутник из жизни. Да, да, да. А когда у людей, одного нету человека с пути, он называется непутевый. Вторая непутевая, как сейчас говорят, встретились две половинки. Что такое две половинки? Это два ненаделанных человека. Надо уже целостно заходить в семью, подготовленную семью заходить. Надо целого человека искать, а не половину. Сейчас, Жанат, мы сейчас вынуждены прерваться, у нас небольшая реклама. А, хорошо, хорошо. Потом мы вновь продолжим наш директорный разговор, кстати. Ну что, дорогие друзья, мы продолжаем наш интересный бизнес с нашим замечательным семейным экспертом Жанатом Жасоповым. Жанат, скажите, мы начали говорить по поводу женщин, да, помнишь? Да. Вот вы говорите, моя женщина, что будет ходить к какому-то коучу, что-то у кого-то учиться мудрым мыслям? А тогда как к вам? Какие тогда к вам женщины приходят, если вы против? Ко мне приходят женщины, которые не состоялись в жизни, а в первую очередь вышли неудачно замуж, как следствие развелись, остались матери-одиночки, повесили на себя мужские обязанности, кредиты, ипотеки. И вот они, условно говоря, подавлены и материально, и морально. Ну а при этом же бывает женщины, которые материально не обеспечены, хорошо, но они тоже к вам приходят, правильно? Совершенно верно. Но у них, если материально обеспечены, у них хромает семейная счастье. И вот моя задача, чтобы ее трансформировать в сознание, объяснить, что счастье твое находится в семье. И не ищи где-то там вдали, выезжая на Бали, в Индии, Гуа, там сидеть в медитации, какие-то там ретриты. Это люди, которые неудачно вышли замуж. Ну понятно. Потому что замуж, от слова быть за мужем, а не перед мужем. А вот то есть вы, получается, ваше слово, я понимаю, что женщина не должна, скажем так, получать, ну скажем так, проще, да, получать больше материальных каких-то благ. Ну, во-первых, я не говорю слово «должна». Чувство долга всегда, оно дает негативную энергию. Человек сдувается на уровне ауры. Он сдувается. Слова, которые влияют на сжатие нашей ауры. Поэтому слова «должна» нету, потому что если даже женщина будет делать из чувства долга, грош цена этой семье. Любовь что такое? Человек готов пожертвовать. Чем отличается любовь от ребенка? При любви человек готов пожертвовать а. материальным, б. временем, в. здоровьем и даже жизнью. Вот это любовь. А вы делаете такое хорошее отношение, когда женщина получает больше зарплаты, чем мужчина? Вот лично моей практики, ни одной из женщин, которая больше получала мужчины, там семьи не существует. Почему? Как правило, эта женщина заходит на территорию мужчины, а территория мужчины для семьи это обеспечить защиту, какую? Физическую, финансовую, чтобы женщина чувствовала себя желанной и любимой. Вот четыре всего. У женщин больше, что ожидает мужчина от женщины. Но женщин мало ожидает от мужчины, и этого достаточно. Если она будет физически, финансово, она глаза закроет на измену мужчины. Она 20 раз подумает, чтобы развестись. Поэтому в моей практике я не видел, чтобы женщина, зарабатывающая больше мужчины, была идиллия в семье. Нету там идиллии. Как только станет какая-то конфликтная ситуация, она поднимет вопрос финансов. Не забывай, где ты живешь, в какой квартире, и так далее, и так далее. Иначе ты деньги вообще... Совершенно верно. Это будет задевать мужское достоинство. Удар между ног для мужчины. А вот у меня практический вопрос. Как вы считаете, какой сейчас в современном мире самый хороший возраст выходить замуж? Современный, несовременный, все это, я считаю, вода. Потому что сейчас не произошла, не происходит инициация, переход из мальчика в юношу, в юношу, в парню, в парню, в мужчину. Если, допустим, на урыс праздник, для чего он происходил? Потому что мальчики 14-летнего возраста, девушки, неделю они праздновали. Обратите внимание, какие игры там. Байгар, Кошпар, Насилу, Казахшак-Урес. То есть, когда он проходит эту инициацию, он становится воином, он становится мужчиной, он способен создать семью. А девушки сдавали экзамены домоводства. Это ушло. Наше поколение почему не страдало так? Нет настоящих мужчин, разводов. Потому что у нас тоже инициация была. 18-20 лет, это в армии. Как в песне, помните, была в фильме «Зоня особого внимания»? За каких-то два года из вчерашних юнцов превратиться в мужчин. Сейчас армии нету, мальчики боятся этих мужских видов спорта. И мы сейчас видим, 31 год, он еще юноша. Физически он мужчина, а состояние мальчика. Вот я в этой книге написал. Чем отличается парень от мужчин? Парень от слова «парить мозги». А мужчина от слова «муж» с чином. То есть имеет определенный статус, заслуги. Да. Муж. А если чина нет, то он просто муж обился груш. Поэтому и женщина разводится. А что за книга у вас интересная? Книга называется «Муж инструкция к применению». К сожалению, первая книга закончилась, а вторая книга вот осталась. Первая книга – это тоже «Муж инструкция к применению». Один. То есть здесь одни выжимки. Вот эта книга, идея была написана в Москве, потому что там все читают. И почему такой формат? Чтобы не было повода не прочитать ее. От одной конечной станции метро до другой. Заходит легко, потому что она проходит с юмором, на одном дыхании, без всяких наобучений, без всяких должна, должен. Это от этого все устали. Понятно. Очень интересная беседа. Вы были правы о том, что... Вы сегодня сподвигли очень многих женщин, наверное, пойти, найти вас и пройти ваши тренинги. Ну, если сейчас, по большому счету, вот эта лекционная форма, она уже не работает. Сейчас я перешел в новый автор «Песня терапия». А, «Песня терапия». И, к сожалению, вот должен был спеть, они говорят, «Жанат, время у тебя...» Так у нас будет еще время. Давайте вы к нам придете еще раз. Будет новость спрятаться. Я сейчас, смотрите, что происходит. «Песня терапия». То есть в зале заходит зал, любой вопрос мне задают, я быстренько за минуту, вот как сейчас, только еще быстрее отвечаю, чтобы удивить человека, чтобы он в шоковом состоянии. И посвящаю песню. В зале свет выключается песня. В чем феномен этой песни? Музыка идет сюда, а слова сюда, как призыв к действию, осознанию. То есть это песня какая-то уже известная, или вы сами придумали? Я поэт-песенник. А, вот. Да, уже написано 6 альбомов. Мы сейчас пишем, может, знаете, «Песня терапия» композитор Павел Ли. Не знаете такого? Конечно, знаю. Знаете? Вот мы сейчас с ним сотрудничаем, и мы пишем песни. Песни все трансформационные. Чем женщине долго говорить, надо быть сила женщины, ее слабости, это все наручение. Лучше одну песню спеть, сильная женщина, она все в слезах. Я думаю, что эта тема отдельно нашей передачи, мы вас обязательно пригласим. Действительно, нам просто стало интересно. Песнями теперь все. Договорились. Давайте, давайте, с удовольствием. Спасибо большое, что пришли сегодня. Спасибо вам за интересный разговор, и до новых встреч. Ну, а мы продолжаем. Да. Друзья, все мы любим получать подарки, но, согласитесь, дарить подарки намного приятнее. И сегодня у вас будет еще одна возможность подготовить сюрприз для любимых и родных. Да, сегодня 11 ноября, вы сможете стать волшебником для кого-то, потому что в этот день отмечается День Исполнения Желаний. И этот необычный праздник призывает подумать о самых заветных мечтах и осуществить их. Ну, а если вам известно о каком-то заветном желании человека и путях его исполнения, то 11 ноября лучший день для того, чтобы примерить на себя роль мага или волшебника. Любой знак внимания или подарок принесет радость, подарит тепло и умиротворение не только получателю, но и тому, кто его вручил. Ну, а я со своей стороны могу подсказать мужчинам, где можно привезти все, о чем мечтает каждая женщина. Конечно же, в сети магазинов Космарт. Тем более, что сейчас там действуют акции. И более подробно обо всем давайте узнаем из следующего сюжета. Космарт – это сеть магазинов косметики и парфюмерии. Любимые бренды и бьюти-новинки. Все это вас ждет в Космарт. Добрый день, дорогие наши покупатели. В этом году магазин Космарт празднует 15-летие. В честь 15-летнего юбилея мы запустили грандиозный розыгрыш. Каждую неделю с 4 ноября по 22 декабря, совершая покупку в Космарт на сумму от 6 тысяч тенге, вы получаете шанс на один из сотни призов. Каждую неделю мы разыгрываем iPhone, AirPods, Apple Watch, 50 бьюти-боксов и 10 сертификатов на 20 тысяч бонусных баллов. Чем больше покупок, тем больше шансов выиграть. Каждую неделю мы дарим iPhone 16+, AirPods, Apple Watch, 50 бьюти-боксов и, конечно же, бонусные баллы на сумму 20 тысяч тенге на 10 счастливчиков. А теперь главный приз. 31 декабря Космарт разыгрывает 5 путевок на Мальдивы на двоих. Купите продукцию одного из брендов. Max Factor, Vivienne Sabo, Larune, Concept, Parisa на сумму от 6 тысяч тенге с 4 ноября по 30 декабря. И ваш билет на райские пляжи может стать реальностью. Эти акции – наш способ поблагодарить наших клиентов за 15 лет доверия. Будьте красивыми и участвуйте в акциях. Возможно, вы скоро полетите на Мальдивы. Космарт – 15 лет красоты и подарков для вас. Покупайте любимые товары, участвуйте в акциях и выигрывайте призы каждую неделю. Будь красивой и выигрывай. Что ж, друзья, сейчас у нас будет встреча из Разрядовска очень-очень приятных и долгожданных. К нам пришла кинорежиссер, продюсер Жанна Исабаева. Встречаем Жанну! Так, встречаем Жанну! Жанна, я скажу с ума, твоя улыбка, Жанна, кругом головок, я тоже, Жанна, Жанна, я ты веселёна. Какая песня! Да, Жанна, специально для тебя какую-то песню нашли наши ребята. Жанна, Жанна, молодцы, какие наши... Слышал такую песню? Да. Жанночка, ну, нам приятно, что ты приехала к нам сегодня, потому что, действительно, мы тебя в Казахстане не видели давно. Да. Потому что я скажу секрет, что Жанна уже года 4 живёт в Лос-Анджелесе, занимается кино там, и вот сейчас она приехала сюда, чтобы представить новый фильм, да, Каштан, Жанночка? Расскажи, что за фильм когда-то... Поздравляем с этим событием, всегда премьера, это самое сладкое из всего этого ужаса процесса, да, съёмки фильма от начала до конца. Так, ну, расскажи нам, пожалуйста. На самом деле, это очень долгожданная премьера, потому что этот фильм я закончила до переезда в США, и мы с этим фильмом успели попасть в конкурс Московского кинофестиваля, который буквально в первые месяцы пандемии под каким-то таким... значит, таким способом происходило, что никого не позвали, представляете, да, в закрытом режиме, это был апрель, это был второй месяц пандемии, и мы никто не поехали, хотя у нас были такие планы с актёрами поехать, мы готовились к этому несколько месяцев, вот, а потом, естественно, два года пандемии, и в прошлом году я обещала своим артистам, что мы сделаем премьеру, но я не смогла уехать, потому что у меня были контракты, и я в Америке задержалась, и вот теперь, слава богу, вот, к этому всё мы пришли, и, ты знаете, когда вот что-то вот висит, недоделанное, да, вот оно вот вроде бы, как бы, вроде бы ничего не происходит, но на самом деле этот груз, какой-то незакрытая тема, она вот меня очень сильно вот волновала, и моих артистов, потому что, к сожалению, вы знаете, да, такое бывает, когда люди снимают кино, да, а потом его нет. Ну, говорили раньше на полку, да, он лёг на полку, да, это трагедия вообще. И вот артисты тоже волновались и спрашивали, а что, как, может быть, уже никогда, естественно, я сказала, я слово вам дала, не волнуйтесь. И ты её исполняешь, этот фильм называется «Судьба», который, может быть, завтра посмотреть, прийти на премьеру в Арман, да, кинотеатр? Нет, нет, завтра у нас закрытая премьера, а, завтра премьера закрытая. Но прокат начинается 14-го числа. Прокат начинается, да, а это как-то. Прокат, смотрите, в кинотеатрах по расписанию, вот, буквально сегодня у нас к вечеру будет точное расписание, ну, завтра крайним утром. Жанечка, скажи, пожалуйста, вот мы, конечно, с Гурей вот живём здесь, в Казахстане, да, и сейчас огромное количество выходит комедий, да, в основном сейчас жанр комедии, он по центру 98, может быть, 95, по центру комедии. И я знаю, я читал в одной книге, в очень умной книге о продюсировании, Гульнара Бекеева писала, да, о том, там называют тебя, вот что сейчас интересно, Жанна была родоначальником жанра комедии в Казахстане, потому что первую комедию сняла ты же, ой, пормай, это была же одна первая комедия, да, это была комедия, да, тогда ещё комедии у нас здесь не было, ну, такая, скажем, она, не та легковесная комедия, которую в основном сейчас осваивают. А потом ты перешла на социальные драмы, вот почему тебя потянуло именно вот к этому жанру, скажем так? У тебя же очень сложные картины. Нет, ну, на самом деле, да, у меня вот первый фильм была социальная драма «Корой», и вот этот, который стал очень популярным благодаря пиратам, мне так стыдно говорить. Ну, да, ну... Ну, кстати, иногда пираты делают хорошее дело. То есть это были такие времена, когда, вы помните, не было ещё интернета, никто не смотрел, телевидение тоже так мало показывали наших фильмов, хотя мы приносили... Кинематографистам мы приходили, говорили, бесплатно возьмите, возьмите бесплатно, нам никаких денег не надо, ничего. Ну, там какая-то была вот... Политика-то рано. Да, там как-то нас, ну, не приветствовали как-то. Мы говорили, ой, ну, мы лучше поставим турецкое. Это было много лет назад. Да, вот вы же помните, там мы замечались, что... Период роста, скажем, мы так пережили его, да. И вот, и когда я сняла вот этот вот ой-пыр-май, и когда я сняла свой первый фильм «Корой», меня очень многие упрекали. Очень много критики было, что я как будто бы вот снимаю только вот плохую сторону. И я вот сняла вот этот вот ой-пыр-май, и вот Гульнара Бекеева совершенно справедливо сказала, потому что все критики потом сказали, что Жанна Исабаева открыла ящик Пандоры, комедии про свадьбы. Да, да, да. После этого, наверное, фильмов сто вышло про свадьбы в разных вариациях. Я, честно говоря, ну как к этому относиться? Я рада, наверное, что... Я считаю, что не бывает плохих жанров, бывают плохие фильмы. Совершенно верно. И вообще мне абсолютно... Все жанры, кроме скучных, говорят. Да, да, да. А я все-таки стараюсь и так постаралась всегда в разных жанрах. Жанечка, сейчас мы придем с вами небольшую рекламу, а потом вновь продолжим наш разговор. Хорошо? Сейчас пока реклама на канале «Алматы», а потом мы вновь вернемся к нашему замечательному гостю. Да, реклама закончилась, слава богу, и мы так... Нам не терпелось продолжить разговор с кинечесером и продюсером Жанной Исабаевой. Жанна, значит... Да. Вот, Жанечка, скажи, пожалуйста. Да. Ничего, я говорю, не перейдите нормально? Да, нет, нет, конечно. Жан, вот смотри, ты снимала очень много социальных драм. И многие не знают, но ты получала призы на бюджетных кинестивалях в Пусане, в Китае, в Канаде, в Финляндии, да, ты ездила. У тебя очень много призов. Вот сейчас ты находишься в Америке. Ты не жалеешь о том, что ты уехала... Ну, я понимаю, что ты не уехал до конца, как бы ты приезжаешь в Казахстане, собираешься, мне кажется, работать здесь. В Америке, если ты сейчас чем занимаешься? У тебя сейчас есть возможность там снимать и вообще... Просто нам интересно, что ты сейчас занимаешься. Нет, конечно, это интересный вопрос. Ты сейчас связана с кино уже там, Все его спрашивают, да. Я когда приехала в Америку, я буквально через два месяца стала членом Альянса женщин-режиссоров Америки. Это такой очень закрытый, очень элитарный клуб, куда... И я сначала не смогла попасть, потому что, когда я сделала заявку, мне сказали, знаете, нужно там, чтобы у вас были фильмы в Америке сняты. И еще плюс, надо, чтобы два члена Альянса тебя рекомендовали. Вот такие правила. Естественно, но я такая, знаешь, я нет, не слышу, я нет, вообще не воспринимаю. Да, это замечательно. Я два дня ходила, и потом написала письмо на четырех листах. И, в общем-то, я выслала про себя эссе и отправила 10 ссылок на лучшие газеты мира, которые писали про мои разные фильмы. Я сказала, давайте... Ссылки сделала. Да, в качестве исключения это воспринимите как рекомендация. Чем это не рекомендация? И, в общем, я когда стала этой членом Альянса женщин-режиссеров Америки, то очень много возможностей у меня появилось. Но потом началась пандемия, и мы два с половиной года абсолютно ничего не делали. Но это было прекрасно для меня, потому что за два с половиной года я прошла порядка 18 воркшопов онлайн, как член Альянса. Потому что этот один воркшоп стоит 25 тысяч долларов. А я его бесплатно прохожу. Что такое воркшоп? Воркшоп – это какое-то обучение на какую-то конкретную тему. Например, приходит к нам шоураннер HBO Синтия Шоу, и в течение 10 дней, буквально по 3-4 часа, нас учит, как правильно паковать проект. Например. И ты сидишь как... Это прекрасно. Я, например, попала на воркшоп, самый мой любимый воркшоп, вы не поверите, это история американского кино. Я получила такое удовольствие, для меня открылся мир американского кино. Все мои знания об этом, все, что я знала, а я много читала, вы знаете, я много училась, я книгами читала, я скупала на горбушке в Москве по 10-15 книг, и я их буквально проглатывала. Потом я раздавала коллегам, ни одна книга не вернулась, как обычно. Но окей, окей. И вот эта история американского кино, воркшоп, то есть вот эти два с половиной года были не зря. Я счастлива, что они у меня были, я много писала. И вот только последние два года, два с половиной, я работаю в группах различных, я себя пробую как продюсер, я себя пробую как актриса, я себя пробую как режиссер, я участвую в питчах, я работала на различных студиях, я снималась на Фокс, на телеканале Фокс, и Лайон Гейтс, и так далее, и сотрудничала с Ворнер Бразерс, и вот различные, то есть куда не пойди, там и Сони большая активность. Но я пока еще не снимаю большое кино, но я работаю над этим, потому что это не так, как у нас делается. Там очень большая идет работа, и там все наоборот, чем Казахстан. Это как? Все наоборот. Наоборот, как? Ну вот пример, хотите я вам? Да, да, да. Потому что на примерах лучше всего, правильно? Конечно. Например, вот есть продюсер, да? У продюсера есть, например, сценарий, он построит декорацию, он вызывает художника, с художником они обсуждают, и какой-то бюджет художника, что он говорит одно, продюсер другое. В общем, они как-то компромисс находят, все, он оплачивает, правильно? Это как продюсер решает, сколько... Да, да, да. Да, правильно? Да. В Америке не так. Как? В Америке продюсер обязан отправить этот сценарий в гильдию художников-постановщиков и в профсоюз. Профсоюз и гильдия будут решать, сколько нужно денег, сколько времени эта декорация будет строиться, на каких условиях, сколько часов они все будут работать, и они выкатывают продюсера. Сумму. Сумму, количество работников. Например, продюсеру нужно 40 человек. Да. Продюсер знает, мне нужно... Они говорят, 80. Или, например, массовка. Вот мы работали на проекте. Я работала на проекте помощником режиссера. Это был прекрасный проект. У нас была массовка. 300 человек, которые просто сидели в зрительном зале. Понимаете, массовке не нужен гильд. Да, да. Ты посадил массовку, она сидит там, хлопает, да, как обычно. Продюсер отправляет, значит, сценарий в гильдию гримеров. И в гильдию профсоюз гримеров. Они говорят, вам нужно дополнительных 20 гримеров. Чтобы 300 человек загремировать. Да, продюсер плачет, говорит, мне не надо. Принято массовка. Мне не надо. Они говорят, это мы решаем, что вам надо. Слушайте дальше. Мы рассаживаем этих 300 человек. Там очень важно расовый признак. Я очень много изучила. Minority, diversity. Эти слова, которые мы даже знаем, что они значат, но мы не знаем, что за этим следует. Это целый процедурный, индустриальный закон. И ты поэтому работаешь. Это я все познавала, как вот девочка вот здесь ходит, помогает мне, там, чай. Я вот так же тоже. Но я чай не разливала, конечно, но вот примерно вот с этого. Потому что я вникала во все, как это работает, кто куда, кто кому кто. И что в итоге? В итоге приходит, значит, 20 гримеров, им всем лет по 80. Клянусь, 80 человек мы сажаем, и они потом вот так вот вытаскивают кисточки, ходят и рандомно вот так подходят кому-нибудь. Потом идут на следующий ряд кому-то, лобик потыкают. Вот что значит профсоюзы, как они защищают своих. Да, я в шоке. Доходят работы. Да, я в шоке. Я говорю, а я стою, все привыкли, все это знают, почему они это очень медленно делают. Да, да. И вся группа вот так сидит, значит, а ходят, ползают. Вынужденно сидеть. А они еще как бы ползают, и еще главное, друг другу что-то рассказывают. А ты там был, ты там был, мы там не были. А их нельзя подгонять. Да. Нельзя говорить, быстро работайте. Мы сами знаем, как нам работать. И вот, значит, они все проработали, и потом я спросила продюсера, зачем, почему. А она мне сказала, мы таким образом, они поддерживают тех, кто нуждается. Понятно. Вот они пригласили тех, кто реально нуждается сейчас, в деньгах. Жанночка, очень интересно ты рассказываешь. Я думаю, что мы с тобой в ближайшем. Сколько ты знаешь. Ты приехала на 2, на 3 месяца приехала, да, в Алматы сейчас? Это зависит от моих американских работодателей, потому что я не свободный человек. Мне главное сделать премьеру. Возможно, мы с тобой еще встретимся в следующем месяце, хорошо? Нет, если я с удовольствием, я люблю вообще вас. Слушай, ну мы хотели бы, чтобы зрители о тебе что-то еще узнали, и поэтому у нас такой шуточный блец, но ты не задумывайся на него, отвечай, и это всегда очень показательно. Пирожные или чипсы? Пирожные. Поцелуи или объятия? Объятия. Любовь с первого взгляда или долгие ухаживания? Долгие ухаживания. Ух ты. Море или горы? Угу. И то, и это, да? Да, и то, и это. Талант или везение? Супер. Счастливый брак или крутая карьера? О, ты смотри, она ненасытная. Нет, я, я никогда не выбирала. Быть умной или смешной? Быть здоровой. Физически и физически это самая большая часть. А все остальное это... Книга или фильм, но тут даже и то, и это, конечно. Ну да. Смотри, как мы это подобрали. Леонардо Ди Каприо или Брэд Питт? Брэд Питт все-таки. София Марсой или Жюлье Дбинош? Жюлье Дбинош. Вау. Быть невидимым или уметь летать? Какую бы способность? А, способность. Конечно, уметь летать. Левитация. Так ты и летаешь у нас. Молодец. Мы тебе больших интересных полетов желаем, творческих. Вот. Мы на премьеру закрытую пойдем, а мы вас призываем идти и посмотреть кино Жанны Исабаевой. Судьба. Судьба. 14 ноября, друзья, во всех кинотеатрах. Спасибо, Жанночка. Спасибо вам, наши дорогие зрители, что были с нами в это утро. Увидимся завтра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok